всем привет друзья с вами малом адрес сейчас на рынке довольно много различных моделей смартфонов от мало до велика с разным функционалом а также в различных ценовых категориях но нас с вами как геймеров интересует смартфон который будет достаточно сильным чтобы потянуть пабджик мобайл а также ford night мобайл или еще даже новиночки 2019 года и сегодня мы как раз рассмотрим с вами смартфон он review 20 который пришел мне около недели назад и все это время я им пользовался также играл в игрульки и сейчас расскажу вам свое честное мнение и свои ощущения об этом смартфоне конечно же мы начнем ребятки с распаковки я его уже успел заценить поэтому давайте сейчас сделаем вид что как будто мы распаковываем впервые и открыв коробочку мы с вами увидим еще одну коробочку в которой есть иголка для вытаскивания сим-карты а также есть чехол ребята чехол есть я хоть и не любитель чехлов потому что они обычно увеличивают размер телефона плюс ну делают таким более грузным тем не менее прикольный момент я никогда не покупал телефон с чехлом внутри так или иначе если вы являетесь любителям чехлов и всяких бамперов то пока вы не купите свой конь уникальный тот прикольный момент вот он у нас чехло мы чуть позже поговорим о самом телефоне чехол у нас вот таким образом выглядит ну конечно же он удешевляет автоматический телефон но тем не менее с точки зрения безопасности ок также я еще заметил одну вещь когда впервые снял защитную пленку с телефона то что здесь если вы приглядитесь есть еще одна защитная пленка то есть эта пленочка уже который непосредственно как правило клеится в каких-нибудь отделениях сотовой связи или магазинах я обычно клею такие наклейки сам в ванной и обычно очень громко матерюсь и плачу когда это делаю поэтому то что она здесь есть это уже очень клево у комплектации у нас осталось зарядное устройство вот такая вот у нас есть вилочка до быстрая зарядка и естественно кабель usb type-c наушников нет ничего такого нет ну как бы и окей давайте уберем коробочку на место по комплектации у нас все друзья давайте теперь посмотрим на сам аппарат мне достался смартфон красного цвета я в принципе люблю такую палитру у меня многие девайсы именно в красно-черных цветах мне очень нравится и здесь еще исполнено все в таком стиле переходящего градиента и на свету очень прикольно переливается такими галочками вниз своеобразное решение дву гламур ненькая да я не знаю для любителей блестящих телефонов очень даже зайдет он выглядит довольно таки богато и престижно не знаю напишите в комментарии как вам нравится такое решение еще есть голубой цвет который выполнен в такой же стилистике только соответственно другого цвета на задней панели у нас имеется сканер отпечатка пальцев также у нас есть две камеры которых мы поговорим с вами чуть позже на верхней панели у нас есть разъем 3.5 миллиметра под наушники что очень даже круто потому что знаете в последнее время эта тенденция уже не так популярна и я как человек владеющим black shark у которого нет этого разъема очень сильно негодовал по этому поводу также у нас есть ик-порт если ты не помнишь что такое ик-порт тебе нужно собирать вещи в школу очень очень долго и наверное мало вообще кто помнит только более старшее поколение типа меня старика мы сидели за соседними партами перекачивали друг другу через языка порта там картиночки всякие игры мелодии прочее прочее но здесь я думаю что он внедрен для управления какой-то техникой домашним телевизором микроволновка чё у вас еще по ик-порту собственно говоря и все наверно также у нас есть разъем по тайп си зарядочка и динамик динамик здесь не стерео он моно так что играя в пабджик например нужно будет наверное обязательно использовать наушники потому что ну да кто еще играет в папке без наушников у телефона две симки на можно ставить две сим-карты но расширителя для внутренней памяти у него нет то есть нельзя будет ставить карточку да это собственно говоря и не нужно потому что есть две комплектации 128 гигабайт внутренней памяти а также 256 у меня 256 и надобности в расширении я думаю нет поэтому тут все с этим делом и так хорошо телефон безрамочный ну то есть почти рамки все же есть и фронтальная камера здесь выполнена в виде отдельного отверстия в углу это конечно не моно бровь но и не двойная камера как новом galaxy note 10 но тем не менее поначалу она в любом случае будет отвлекать внимание ибо все новое как правило чуждо и до этого у меня были только рамочные телефоны можете считать меня старпером но я до сих пор не вижу ничего плохого верхней узенькой рамки но как говорится мода есть мода и производитель старается как можно лучше реализовать подобный формат так или иначе при просмотров видосиков ютубе лично мне это не мешает уже спустя несколько минут ты уже не обращаешь особо внимания во всяком случае за неделю я успел максимально привыкнуть к этой дырочке в играх же до сих пор честно говоря глаз нет нет да попадет на этот черный кругляк но если вы расположите телефон так что он будет находиться слева в углу то в принципе вы закрываете это своим пальцем и нет никакой проблемы кстати в настройках есть специальная опция которая позволяет затемнить верхнюю рамку чтобы вас не раздражал этот кругляк но как бы таким образом вы сами уменьшаете размер своего экрана играть в паб мобайл довольно комфортно на большом безрамочном экране в любом случае с кругляком надо будет смириться привыкнуть и полюбить его теперь давайте поговорим о внутренностях этого телефона наверное это интересует всех больше всего здесь стоит процессор kirin 980 и если бы я разбирался в процессорах я бы наверно вам сейчас рассказал о принципиальные отличия от всех остальных но таким я не являюсь поэтому расскажу просто о своих ощущениях так как я являюсь владельцем snapdragon 845 в блокшарке а также exynos 9810 на galaxy note 9 мне есть чем сравнивать играя в паб мобайл на протяжении недели я вообще не обнаружил никаких проблем плане производительности даже на максимальной графике которая возможна в паб мобайл я спокойненько игра у наслаждался игрой то есть каких-то плохих результатов по сравнению со снэп драйгоном я вообще не обнаружил телефон имеет 8 ядер а также две комплектации как я и говорил 6 128 и 8 256 где первая циферка означает количество гигабайт оперативной памяти а вторая уже внутреннюю память обе комплектации на изи будут тянуть пабджик и все остальное например новый elder scroll blades где я блин до сих пор не могу завалить лича но honor спокойно и плавно показывает картинку безо всяких нареканий а эта игрушка пожалуй самая новейшая из последних вышедших у смартфона жидкостное охлаждение и я играл подряд аж три часа и телефон нагревался не сильнее тепленького при этом аккумулятор разрядился только до 35 процентов а то есть в режиме активной игры с максимально выкрученной яркостью дисплея он спокойно сможет работать более четырех часов потому что в нем стоит аккумулятор на 4 миллиампер часов что как бы очень даже неплохо еще этого смартфона есть один хороший бонус для игроков ford на это модель он review 20 способна разлочить 60 fps на высоком уровне графики что могут далеко не все только единицы могут на данный момент и как раз процессор кирин 980 позволяет это сделать конечно сами разработчики ford на это они до сих пор еще не могут оптимизировать нормальное разрешение для телефонов но тем не менее играть 60 fps на высокой графике гораздо круче чем в 30 fps правильно кстати тут маленькая ремарочка я решил проверить fps на своем galaxy note 9 и представляете 60 fps там вообще в принципе не имеется то же самое касается black shark а максимальная 30 fps на любой график очень странно конечно что для таких телефонов открыто только 30 fps но тем не менее здесь хонор побеждает что касается камеры я не особый специалист но блин на основная камера 48 мегапикселей 48 карл то есть все мои гаджеты вместе взятые столько не имею даже с самсунгом я понимаю что мегапиксели это не единственная мерило камер но тем не менее я пофоткал вот как бы некоторые места и вот какие кадры он может сделать и меня очень сильно удивил очень много разных режимов которых стоит разобраться но допустим в том же самом профессиональном режиме при одинаковых настройках вот например кадр выдает honor а вот кадры дают самсунг я очень люблю свой samsung но тем не менее объективно здесь фотография гораздо лучше также фронтальная камера которая 25 мегапикселей ребятки просто дофигища и фотки сэлфи тоже очень хорошего качества и даже видосики проверка микрофона проверка связи сэлфи камера honor view 20 привет плюс он поддерживает съемку в 4к разрешение а также slow mo 960 кадров я тут постарался угарнуть зажигалочка и что-то вроде бы даже получилось ну и конечно разные приколюшные режимы в стиле дополненной реальности например а еще он умеет вот так видали только вот просто двумя костяшками ударил по экрану и началась запись с экрана а если одной костяшкой то он сделать скриншот капец технологии да а если костяшка провести вот такой типа с до вниз то вы сможете делать очень длинные скриншоты например хоть весь youtube всю ленту вашу за скриншоте и он не остановится пока вы его сами не остановите в общем вот такие технологии я больше чем уверен что машины скоро реально восстанут ну и плюс на хонор должно выйти скоро программное обеспечение gaming плюс которая будет очень полезна для нас с вами геймеров потому что будет повышать качество изображения в играх а также анализировать пойдет игруха не пойдет и так далее то есть много всякого полезного теперь о цене как я уже говорил смартфон выполнен двух комплектациях 6128 и 8 256 и первая комплектация стоит 37 990 а вторая 44 990 да это смартфон не за 20000 но тем не менее по сравнению со многими другими вариантами это довольно выгодное предложение тем более это геймерский смартфон в общем и целом за неделю пользования этим телефоном я кайфанул и в плане игры камеры да и принципе остальных вещей особо придраться мне не к чему поэтому я вам показал этот телефон и постарался максимально честно вам рассказать о нем и о своих ощущениях а на этом я буду заканчивать пишите свое мнение в комментарии как вам телефон если понравился обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал а с вами как всегда был малом адрес увидимся в новом видео всем пока